Российская Федерация, она всегда была очень сильна в разработках в области радиоэлектронной борьбы. Радиус действия. Такого комплекса несколько сотен километров, если хоть одна птичка в этот круг залетит, ослепнет, оглохнет и упадет. Команда пилот 123 обнаружена цель. Подтверждена работа цели на ВК, стоящей на контроле. Если РЭД подажит пилотники и лишит нас глаз и возможности расцветки, это, конечно, будет серьезно. А там можно. Запускай водос! Сейчас они работают в основном с закрытих позициях, потому что если они подъедут на лінію заткнение, им обязательно скинуть что-то с верху, а по ним начнут быстро корреговать в огонь. Вот музей, а вот школа. То есть тут они в подвале находятся. Ну техника так близко не подъезжает, техника аж километров за шесть звезды. Сейчас GPS на фронте нет. Вот нет. Душим ему мы, душит его Россия, летаем в режиме автономном, ориентируемся на место. После 2014 года тоже наша оборонная промышленность начала создавать различные загрязки, мы знаем комплексы «Анклав», «Нота», «Буковель». Томаганин «Анклав» Это аэроразведчики из первой отдельной танковой северской бригады. Они выполняют боевые задачи на юго-восточном фронте Украины. Запускай пульт, я уже иду на вывод. В этой группе аэроразведчиков всего двое парней с позывными кабан и андроид. Наша задача поляга в том, что следует за окремым участком, где наиболее активное пересувание врага и разведка местности. Самое чаще, что мы подавляем враги минометы, то есть мы летаем, находим там миномет, что он работает, передаем координаты на штаб и артиллерия уже подавляет их миномет, он перестает работать, а если хорошо попадает, то навык знищает миномет и розрахунок. Бойцы летают на гражданских мавиках и БПЛА «Лелека-100». Также умеют точно сбрасывать боеприпасы на врага. Мы из дрона коригировали работу по ТОРу. Правда, ТОР успел уехать, но как минимум мы его налякали, и больше он так близко уже не подъезжает. И даже танчики их, раньше они подъезжали ближе до линии зиткнення, сейчас они работают в основном в закрытых позициях, потому что если они подъедут на линию зиткнення, им что-то обовязково скинуть сверху, або по ним начнут дуже быстро коригувати в огонь. Мы с этой группой провели боевое дежурство. За это время они несколько раз подлетали практически вплотную к занятым россиянами позиции. Вот за речкой начинается линия противника, линия зиткнення. Мы точно знаем, что они находятся в этом музее. Вот музей, а вот школа. То есть тут они в подвале находятся. Но техника так близко не подъезжает. Техника аж километров за 6 звицы. Но как только украинские аэроразведчики приближались к линии разграничения, сигнал с коптером сразу же ухудшался. Ну вот мы сейчас, кстати, можем видеть, как реп противника глушит. То есть спутники пропали. Сейчас он находится в режиме АСА. Еще он называется ATTI. То есть он в ручном управлении. Он держит только высоту и все. Его вот сейчас носит. Вот сейчас я отпустил пульта. Его начинают носить. Это у них где-то за речкой стоит реп. Я думаю, да, что здесь вот он стоит. Просто из-за дерева его плохо видно. Я думаю, что он в этом лесу будет. Это уже не первый раз, что мы подъезжали. И ближе не можно поближать, потому что он потухнет вообще? Ну да, пропадет связь с пультом просто и все. Ну сейчас ветер на нас, так что будет сносить в нашу сторону, в принципе, есть шанс его зловить. Если бы был ветер в сторону противника, то все. То есть пропал сигнал, пропал дрон. Еще один взлет, и российский реп на 500 метрах высоты таки заглушил дрон. Операторы полностью потеряли видеосигнал и управление. Украинские военные уже практически попрощались с дроном. Несколько минут не было никаких сигналов. Что там, компан, крутишь? Хуже, Вадос, хуже. Хуже. Да, хуже. О, вот так все и... Украинские военнослужащие жалуются, что в последнее время, работать стало очень сложно. Российские репы покрывают практически всю линию фронта. У нас есть место, вот ты долетаешь до него, и в районе 10 км от этого места, то начинает погрешиваться звязок, начинает пропадать картинка, сопутники пропадают. Ну, сопутники тут, это всегда редкость. Супутников тут майже никогда не было. Тут еще в них присутствует окопный реп, который, ну, он почти его не видно. Это может быть маленький такой квадратик, захованный десь в ямке, подключенный до аккумулятора. Им нужно, они включили. Реп має роботи наступным чином. Він має глушить, в лучшем случае, три ключевых сигнали. Тобто сигнал навігаційный, сигнал передачи данных и сигнал управления. Якщо реп впорається с цими всіма трема каналами, тоді, в принципі, нема можливості у дрону його эффективно застосовувати. Военные експерты отмечають, что российско-українська война очень сильно изменила подходи и принципи ранее известных доктрин. На поле боя дроны теперь, кроме разведки, выполняют функцию камикадзе и сбрасывают боеприпасы. На данный момент, Россия може глушити нашу радиосвязь, але вона це не робить, тому що це не еффективно. Тобто, скажімо так, пройдувати це не дуже багато. От того, що РЕП заглушить связь на якій-то там території, ну, нічого глобально не зробиться. Але, наприклад, якщо РЕП подавиться безпілотниці і лишить нас глаз і можливості розслідки, це, звісно, буде серйозна травма для нас, серйозний ущерб. Масове военне применення малих безпілотників стимулировало разработки переносних мобильних систем, так называемых «окопных РЕБО». Візуально убеждаємося, де летит дрон, наводимося по нему вот этой штукой, і ми його гробимо. Чому ми гробимо цей дрон? Тому що він знаходиться фактично в прямій видимости у нас. Тобто ми давимо не GPS, як все привыкли, ми давимо канал управління. Експерты кажуть, що технології радиоелектронної борьби в России всегда були на высоті. Але в начале 22-го года вони оказались неадаптировані к создавшимся новим реалиям войни. Російська Федерація, вона завжди була дуже сильна в розробітках в області радиоелектронної борьби. І навіть якесь один із офіційних чинов говорив об цьому так, що нам гораздо більше проще інвестувати гроші в туди, де ми можемо мешати, чим розробувати щось своє. Тому рэп у них дуже сильний, рэп у них розробувався дуже давно. І на данний момент, тільки щоб перечислить всі комплекси по названням, які я знаю, які не существують, це не хватить нам пальцем на руках. На російськом вооруженні стоять такі рэпи, як «Житель», «Красуха», «Мурманск», «Борисоглебськ», «Тирада», «Палантин», «Дзюдоист». Российська пропаганда регулярно рассказывает своей аудитории о супермощностях своих разработок. Работаємо по любым целям в зоне нашей ответственности. В радиусе 5000 км осуществляємо радиоподавлення так і летательних целей самолітов, так і наводок кораблей. Радиус действия такого комплекса нескільки сотен км, і якщо хоч одна птичка в этот круг залетит, ослепнет, оглохнет і упадет. Но на самом деле эта информация не соответствует действительности, ведь если бы это було правдой, российским военам достаточно було бы задействовать всего нескільки таких установок, щоб заглушити всю лінію фронта і ослепити українських аероразведчиків. К тому же в сети полно видеодоказательств, як бойці ВСУ уничтожають російські реп-комплекси. Наличие БПЛА також внесло в очень большу скорректировку плана используя реп, тому що машини с репом, вони в дуже заметній цели. То есть, практично, любой там птичка-беспілотник прячьте, не прячьте, їх очень тяжело укрыть, очень легко вони розпознаються, дається корректировка артиллерии і вони уничтожаються. Поэтому росіяние поняли, що використовувати громовські больші техніки с репом це чревато. Експерты отмечають, що серйозний рывок в радиоелектронной борьбе произошло где-то через полгода после полномасштабного российського вторження в Україну. На российських позициях массово начали появляться антидронові ружі і окопные рэбы типо поле 21, сілок, стриж. он работает на 2-3 позиции, потому що ми близько. ось так по тревогі сидять російські солдат в окопі. вони поджідають, т.е. нам нічого зажимати не треба. гонки ми заклеїли, щоб вони ночі не светіли. це пасівний охотник за дронами. а він працює. підсилювальними антенами, підсилювальними сигналами. т.е. ти ставиш виносну антенну, виносні антенни є спрямовані, тоді які працюють по радіусу, є активні і пасивні. антенна дає більш стабільний зв'язок між пультом і дроном, і ребу або пушки антидронові тяжче перебити. т.е. зв'язок більш стабільний і видає більша потужність, видається, чим в пушці, і того пушка не може його подавити. або якщо подавляє, то подавляє, ну, з малим чином. українські бойці аналогічно борються з російськими дронами. І на вооруженні ВСУ теж стоїть целий ряд современних окопних ребов, які, по мнению експерта, вполне ефективно справляються зі своєю задачою. В Україні теж звернули увагу на це. Після 2014 року теж наша оборонна промисловість почала створювати різноманітні загазки. Ми знаємо комплекси «Анклав», «Нота», «Буковель» і різноманітні інші комплекси електронної боротьби, які були призначені в першу чергу для боротьби з біспілотами. Військові акцентирують, що в радіоборьбі дуже важну роль іграє радіоразвідка. Якщо засоби на радіоелектронні розвідки можна десь запелінгувати, що він там, засоби на аеророзвідки вже важко підтвердити, тому що просто важко дивотити, для того, щоб отримати візуальний контакт. Часто приходиться виходити пішки і дивитися, що там дійсно відбуває. Спеціалисти лише по радіосигналу могут определити і місторасположення реба, і тип приближаючогося біспілотника. Наводим, смотрим. Ось середній зубец у нас показує цього направлення. Тобто, якщо ми вшли в сторону, все, хренушки, нічого немає. Наводим. І прекрасно розуміємо, де він у нас знаходиться. В центрі екрана. Ось там, де-то в кілометре від нас, дрончик замечаний. Любой реп купольного типу, да, или любой реп в виде щита какого-то, он виден дуже засоби в радіоразвідки. Тобто, що це практично, ну, считайте, там, фонарь в открытому полі. І їм потрібно теж уметь пользоваться. Тобто, якщо це буде стояти купол, вона його рано-рекозно виводит. Війне радиосигналів є ще один нюанс. Реп не може подавляти абсолютно все частоты. Указанні системи эффективно работають по дроном гражданського назначення. С военними БПЛА і кастомними ФПВ Камикадзе все сложніє. Ми першли почали применять. Цю технологію применять эффективно. Она показує безумно результаты. Такі, це знаєте, я називаю свитчблейд, там, на минималках. Проблема цього дрона в тому, що він дуже швидкий. Вони розвивають скорість до двухстагерних трапчат. Він летає настолько быстро, що обыкновенне ружчо против нього безполезно. Внимання, пуск по готовності. Вінючі военні безпілотники работають на нестандартних частотах, а також дуже часто защищені различними блокираторами радиопомех. Вот, к примеру, як виглядит китайський модуль защиту, який установлен на шахедах. Поэтому с этими безпілотниками борются уже по старинке стрелковым оружием. Общая команда, внимание! Второй, четвертый, шестой! Футбелем! Звучить! Это ночные стрельбы криворожских мобильных огневых груп. Они вооружены пулеметами различних образцов ДШК, КПВТ і спареним ПКТ. Принцип роботи груп таков. После обнаруження безпілотника один із бойців маркирує його лазерной указкой. Второй подсвечивает мощным прожектором, который работает от генератора. І третий уже отрабатывает по целиць пулемета. Это их основная перевага – это мобильность. Они быстро могут изменять свои огневые позиции, в зависимости от направления шахидной атаки. Они занимаются захистом объектов критичной инфраструктуры нашего города. Свою роль они отрабатывают. Но эффективность использования данных мобильных огневых групп мая больше будут использоваться в комплексе длинными засобами захиста. По мнению экспертов, уже очень скоро тактика войны снова изменится. Реп станет более плотный, а беспилотники гражданского назначения практически исчезнут с фронта. Мы сейчас имеем, как говорится, певный кардбланш в піврока максимум. У нас что появляется, мы используемся в течение трех-четырех месяцев эффективно, потом Россия обработает певные засоби протидеи, и уже через піврока максимум мы уже не можем использовывать те алгоритмы, те приемы, которые мы использовали до этого. Те же самое используются и этих же самих Мавиков, и других беспилотников, которые мы использовали, потому что они цивильные, и эти цивильные дроны, хотя они достаточно непоганые, цивильные дроны, они сейчас все же таки втрачают свои возможности, и мы не можем их использовывать. Нам нужно сейчас активно перейти к фазе пеленгации, выявлений, уничтожения, чтобы немножко попустить, поставить их на место, потому что, честно говоря, это не делать. То есть, ну, реп не должен быть механим. Я проводил часто аналогию, сейчас GPS на фронте нет. Ну, вот нет. Глушим ему мы, глушит его Россия, слетаем в режиме автономности, ориентируемся на местность, считаем, что GPS нет. Вот такая же ситуация, рано или поздно, будет и с другими диапазонами. Состоянием на апрель осентгруппа Malfar подтвердила 133 факта уничтожения, повреждения или захвата российских комплексов РЭП или РЛС. Общая сумма нанесенных убытков россиянам около 1 миллиарда долларов. Ни Россия, ни Украина на данный момент свои планы о развитии радиоэлектронных и беспилотных военных технологий пока не раскрывает. Игорь Токарь, Павел Холодов, Крым Реалии. Субтитры создавал DimaTorzok